привет меня зовут настя и я очень рада тебя видеть на своем youtube канале это мое первое такое длинное осознанное видео и как обычно говорят подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики ну что начнем совсем недавно у меня была первая в жизни поездка в питер я ее решила сохранить в памяти сделать тематический разворот но сначала конечно покажу что я там купила мне прямо реально дали миссию посетить эрмитаж и купить там те самые открытки кстати про посещение эрмитажа и расскажу еще чуточку позже в доме книги я купила самую инстаграмную открытку ну что там говорить как всегда ни одной фотографии у меня с ней нет увидела просто прекраснейшие стикеры поняла что мне нам нужны и я с ними заполнить сегодня разворот зачем мне этот маленький крошечный блокнот для меня до сих пор остается загадкой но я думаю вы поймете мою импульсивную покупку но а вот в эту малышку открытку я влюбилась первого раза ее мы тоже будем использовать в развороте и давайте наверное заполнять разворот блокнот у меня из моего магазинчика канцелярии план make enjoy ссылку на него я оставлю в описании что самое интересное я думаю это видео озвучивать не по какому-либо сценарию я думаю вам будет интересно смотреть и на процесс и на мою историю по посещению питера конечно же буду благодарна вам если вы меня поддержите сердечками но пусть это останется на ваше усмотрение и кстати тематический разворот о путешествии я делаю для себя в первый раз но поездка питер для меня осталось такой весьма запоминающийся потому что это был первый перелет я хоть и девочка уже достаточно взрослая но летала в первый раз то не летал поверьте эти эмоции ни с чем не сравниться особенно когда ты начинаешь взлетать и за облаками видишь солнце я немножечко даже прослезилась весь полет находилась таком очень интересном трансе ты не понимаешь что может происходить что вокруг облака солнце и как оказывается земля реально круглая а сама идея и зачем собственно мы собирались в питере у нас было очень крутое мероприятие блогеров я могла вживую встретиться со всеми своими знакомыми ребятами из артов с которыми мы скажем так еще со времен тик тока перекочевали на другие площадки я решила устроить себе такой мини три и уехала на два денечка пораньше чтобы насладиться питером самой самой собой замечательной компании находила в первый день 22 тысячи шагов и история наверное та самая про эрмитаж всю поездку мне помогала организовать подруга точнее она мне заставляла маршрут потому что достаточно хорошо знает питер а это мое первое знакомство с ним и значит оно должно пройти так плодотворный к и запоминающий мы взяли билеты в эрмитаж на маршрут 3 и как оказалось это не тот эрмитаж который должна была посетить но грубо говоря я посетила главный штаб ходила восхищалась это конечно безумно красиво но в какой-то момент вечером мы поняли что я была не на той экспозиции но собственно я не сильно расстроилась потому что этот замечательный повод вернуться в питер и посмотреть на него еще потому что в зимнее время я также пропустила развод мостов и уверена что в более теплый период времени мы с ними тоже еще познакомимся когда у меня спрашивают а как правильно вести развороты что клеить и где скажем так искать фантазии вдохновение я немножечко теряюсь потому что по сути я в моменте беру что-то и придумываю сначала отталкиваясь от того какие стикеры буду использовать в развороте к ним я уже подбираю бумагу но и соответственно цвет браш пенов вот почему-то горячий вопрос у всех где в эту или иную бумагу рассказываю по секрету обе эти бумаги и крафтовая и крафтовая светлая это вообще упаковочная бумага с леруа мерлен и из фамилии у нас какой-то уже в семье пункте когда мы куда-то ходим и видим какую-то прикольную упаковочную бумагу я обязательно ее должна стащить с собой ну как стащить конечно же и упаковываю в этап какие-либо покупки но они остаются для меня вот в качестве разворотов украшений поэтому не думайте что это все нужно там покупатели стой какие-то колоссальных денег всегда можно найти альтернативу и буквально сегодня муж пришел домой с цветами утром я обрадовалась цветам но больше обратила внимание на крафтовую упаковку со стикерами примерно та же история я их клею в абсолютно хаотичном порядке конечно же между собой компанию где добавить побольше стикер поменьше стикер и наверное это и все правило я даже не знаю что тут сказать потому что как-то потихонечку ты вырабатываешь свою насмотренность смотришь на пинтересте разные развороты смотришь развороты других художников и вот где-то где-то еще щупаешь свой стиль конечно моя просто самая главная слабость на которой готова тратить и тратить деньги это стикеры особенно когда увидел в питере питерские стикеры еще и любимого иллюстратора я их взяла мне кажется получается очень гармонично как вам кстати возвращаясь к теме того что у нас собственно тут будет мне почему-то захотелось спустя время то есть уже прошла практически неделя как я вернулась с питера помнить какие-то яркие фразы в моей голове которые я видела знакоме с питером именно их я и решила выписать в свой блокнот я не думаю что они там супер личные иногда они бывают довольно таки смешные когда я к примеру хожу по эрмитажу вижу просто красиво изрисованные стены потолки и моя самая главная мысль это же кто-то когда-то это все нарисовал я не знаю для меня это наверно верх искусства когда я как ребенок с открытыми глазами с открытым ртом хожу этому всему восхищаюсь компания у меня была очень интересная я музыка и все и на самом деле такой мини-трип разгрузочный мне очень сильно понравился поэтому здесь такие ключевые фразочки которые хотела бы себе сохранить потому что еженедельный разворот я не вела ну как бы поездка зачем еще отвлекаться на него но на память самое то в какой-то момент когда я уже рисовала этот разворот я думала зачем мне эта открытка куда мне и запихнуть потому что выглядит все очень гармонично но я помню свои эмоции когда я увидела ее в доме книги и поняла что она мне здесь нужно даже если она будет часть перекрывать смотрится прям очень классно покажу еще поближе можете почитать я думаю это такие сумбурные фразы с моей головы но они настолько искренне теплые что я с огромнейшим желанием буду открывать этот разворот и перечитывать их снова ну что это мой первый блин надеюсь он вышел не комом дайте пожалуйста в комментариях обратную связь какие длинные видео вам было бы интересно смотреть на какую тему и что вы думаете по этому поводу каждый ваш комментарий сейчас для меня действительно будет очень ценный и я надеюсь что длинные видео буду выпускать на регулярной основе всем спасибо всех обняла